ЦСКА-Зенит ЦСКА выиграл все три титула, которые только есть в прошлом сезоне. Факт. ЦСКА выиграла еще и в позапрошлом году. Факт. Факт. Такая команда, как «Зенит» со своим составом, с подбором игроков, с тренерами, в общем-то, не самыми плохими на свете, может три года подряд не выигрывать и упускать в последний момент то, что у них в руках. Ну ты знаешь, если очень постараться, то можно. Чистая теория вероятности. Ну, по теории вероятности должен «Зенит» что-то выиграть, конечно. Вот. Поэтому я считаю, что просто очень сложно найти в футболе примеры, когда команда, может быть, даже вопреки обстоятельствам, выигрывает все подряд, все титулы, опережая своего основного и главного конкурента, и потом продолжает это делать вопреки обстоятельствам. Сейчас обстоятельства, безусловно, в пользу «Зенита». Преимущества в таблице есть. Достаточно, ну, не короткое, мы же про скамейку сто раз говорили, что это не является фактором, но все-таки определенная смена поколений в «ЦСКА», появление новых игроков, уход основного нападающего одного, потом второго. Это не может вообще никак не сказываться. Ну, не может, ну, такого не бывает. Да, есть «Надха», есть «Еременко», то есть какие-то те приобретения, которые очень классные, которые «ЦСКА» сделал в том году. Это все, безусловно, существует. Но голодный до побед «Зенит», который, конечно, ущемлен, и самолюбие ущемлено, да, клуба, руководства, акционеров по поводу того, что они два года не могут выиграть, такое преимущество не удержать, я считаю, что это просто невозможно.